все-таки я добралась до замка и вот он лучский замок визитная карточка города это старая площадь вернее старая часть города площадь там церковь здесь дом в котором по-моему желавалась украинка и что-то такое это ее дуб который ее еще помнит или нет это не и дуб это ящик или это замок потом далеке слева видна башня в которой были колкала замка идет старый мостик вот этот мостик говорят как и замок помнят еще петра первого вот этого кафе здесь не было когда я езжала то есть ему лет не больше 15 я думаю даже меньше вот эту лесенку я не помню а вот этой стены не было точно но это видно и по старому по вернее по новому кирпичу вот имитация внизу старого камня есть а сверху совершенно новый кирпич здесь сделана какая-то стена вот там лестница на стене видимо тут какие-то планируется может быть экскурсии не надо вот а примыкает к стене замка кусок старой старой стены вот эту стену я помню вот вот она такая башня большая величественная довольно высокая раньше можно было подняться на крышу посмотреть с крыши не знаю сейчас разрешат или нет ту сторону стена большая это уже не видно я подошла поближе вот настоящая брусчатка еще в польское время может быть закладывали но вот к сожалению история не знаю точно хорошо историю не знаю вот тут табличка как обычно на памятниках историю культуры и архитектуры там написано памятник архитектуры замок замок любых раньше он назывался входим на территорию открыто вот такая красивая здесь лестница которая ведет тоже наверх тут наверное уже сделали какие-нибудь экспозиции вот с этой стороны тоже вот такая вот красота написано замок открыт ежедневно с 10 до 17 вход платный вот стоимость билета 3 гривны для взрослых 5 вход для детей там каких-то бесплатные и не для кого-то еще тут стоимость билета входит прогулка по замку выставки арсенал темница замковая осторожка и ой музей колоколов есть отлично вот здесь написано лодки замок 14 век 14 столетия здесь экскурсии как бы стоимость экскурсии на группу так идем дальше касса эту кассу я помню вот он замок вон там вон она башня в которой были колокола интересно что там сейчас старушка наверное водить дом бы вообще этого нет вот он дом здесь были раскопки вот они под крышей раскопки вот такая территория вот какое-то оружие на стенах разные надписи есть на кирпичах на стене разные разные всякие со времен войны есть и очень даже современные если военные увижу я сниму вот после кассы я завтра может быть не попаду в замок сегодня экскурсии уже нет я пришла очень поздно вот экспликация замка на глина степана тут уже не работает но какие-то колокола тут есть это вот территория замка вот такая большая и вот написано что там есть может быть буду видно указать все очень красиво сделать указатель тут и поехали дальше там вот по двухэтажной стене ходят люди вот это башня большая изнутри там ходят люди там окна отсюда защищали когда-то город вот это был город это все был город тот желтый дом насколько я помню был раньше музей может быть сейчас есть может быть зайду попозже вот а вот она это оказывается колокольня новая звенница музей остался наверное на крышах под крышей там а здесь извините интересно вижу в музей свою фотографию или нет так это что тут колонка тут наверно колодец был поставили колонку колонку а вот это вот место где мы видели раскопки и вот там вот под крышей вот там должен быть какой-то легенда было колодцы какие-то звуки оттуда колодцы и ходе который ведет куда-то за границу вот здесь вот на этой территории где сейчас какие-то выходят какие-то постройки типа вентиляционная наверно какие-то вот здесь вот мы вели раскопки вот прямо на этой травке где травка вот здесь где травка вот очень много гильз немецких находили там какие-то бутылки разного синего стекла зеленого военного времени кто-то там каску нашел монеты попадались кувшины всякое разное вот на той стене тоже мы были у той стены раскапывали а вот там где такие вот арочные возле стены в стене прямо такие выемки арочные сейчас попробую поближе сделать так еще должно быть видно но я потом подойду там казни проходили вот а вот там вот вниз рядом чуть левее вот здесь вот вниз можно спуститься и я мечтала чтобы там проходили концерты классической музыки на свежем воздухе была такая мысль вроде меня немножко подержали но не случилось видимо эта идея заяла ну или просто не возникало больше ни у кого кроме вот по этой стене тоже мы гуляли тут можно пройтись чуть попозже я вот поднимусь на звонницу хотя почему попозже сейчас надо посмотреть что там за музей посмотреть походить по старым лестницам попробует подняться как мне сейчас будет подниматься по ним он там тюрьма в язныте написано все окошки открыты что приятно если попаду завтра на экскурсии обязательно сниму еще здесь тюрьма он вверх еще что-то это гончарный круг то есть этот точильный круг камень и видимо крутили точили мечи разные так вот он точильный камень стоит камень здесь обновлен конечно такая имитация сделала но очень такая естественная имитация так а тут что тюрьма тюрьма вот она ой там даже он узник сидит там она спит что ли осенье бочка с водой чтоб пить вот так там что полки не навечу написано въездный тюрьма бревна не знаю что здесь делает что-то строит еще там наверх вход это я попозже зайду обязательно арсенал очень интересно это арсенал а я сейчас пойду по своей знакомой родной лестнице которая сохранилась по моему еще с моих времен на вам серые доски эти бревна вот там по моему закрывает сейчас побегу я попробую прорваться нет вроде еще открыто музей звонив побежали здрасте на билетик верите все-то сходу продолжим так вот они скажите а вот на этих колоколах играли когда нибудь в этом замке на них играли а вот тогда когда первый раз тут организовали колокольню тогда играли на них или это те колокола которые ни разу не не звучали в этом замке это вот те которые вот привезли поставили они тут стоят точно были такие потому что вот здесь вот узкая узкая лестница мы по ней ходили каждое воскресенье звонили еще на репетиции тоже вот это тоже второй этаж музея а вот туда наверх мы поднимали и звонить ну там похоже закрыто да еще и большой большой замок вот здесь на лестнице один американец оставил или канадец оставил вот эту молитву которую мне сейчас с собой есть как-то мы спустились сейчас я попробую это сымитировать да вот она у меня с собой оказалось вот как-то спускались после того как мы отзвонили и вдруг увидели что на лестнице прямо лежит какая-то бумажка такая типа визиточки мы удивились потому что тогда это было не принято оказалась вот такая вот молитва о душевном покое причем она была вот с одной стороны на английском а с другой на русском ну такой не очень хороший русский перевод но во всяком случае вот с тех пор она со мной сначала было девчонки взяли но потом очень хотелось мне ее иметь рот может быть грех не знаю на душу вот это какие-то тут праздники бухенвальский набат тут про колокола так так вот это наш один из наших учителей который нас учил вот здесь еще какие-то под истории сделаны фотографии здесь написано что такое колокол ударный сигнальный инструмент так далее вот здесь тоже как бы написано какие бывают колокола разное 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 вот в министерство путей сообщения колокол даже висит то есть тут собрали разные колокола не только те которые звонили там в церквях где-то еще вот треснутый колокол раз треснулся этот у нас не висел не звонил а какие то вот из этих может быть звонили может быть их перевесили обратно но колоколов вот этот точно не звонил он очень ущербленный снизу он звучит плохо вот вот колокольчики вот такие мое отражение немножко видно в стеклах вот вот из окошек виден город там вид на рынок открывается вот здесь колокола какие то что то тут прописано инвентарные номера вот это тоже не звучит так еще какие то старинные картины ну а про нас еще нет вот так про первых звонарей нету не написали жалко ладно думаю про дзвоны плавильная печь вот как колокола изготовляют под точках колокола интересно можно ударить тут в колокол или нет я не буду вот так обычно руками трогать нельзя поэтому я не буду а вот эти мне кажется мы звонили в них какой то вот этот маленький мне кажется звонили да роднозвук звонили такое ощущение что он даже висит на том же месте где раньше висела на балке 4 колокола вот здесь большие стояли но это жалко нельзя подняться наверх ну вот такая экспозиция вот это вот лестница вниз вот по этой лестнице я сейчас вниз спускаюсь маленькая окошечка тоже видно замок немножко крышу видности на стену вот и вот по такой крутой лестнице спускались очень тесно очень узкая цей пидвальчиком заходили цей пидвальчиком и выходили за межами замка в каких церквях а так это может быть вот эта история про вот этот вход в польшу типа так далеко шли и что а фонарики почему гасли да 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 что-то такая история потому что там по витре не было да они же поляхались они сказали спасло те что побачили свиток впереди и люк был вот они тем люком вылезли понятно это же правда людина говорила яка там была в детстве вот я слышала эту историю но как бы говорили что выход ну это как бы легенды мифы и так далее слухи сплетни и другие достоинные факты по поводу что видно вышли люди где-то в церкви то есть шли там где-то я не знаю полчаса час ну пускай два да там неизвестно они сами не знают скотки они шли а в результате потом наговорили что там и в польшу выходит и куда только в принципе вход может куда хочет везти потому что какие замки были связаны между собой а ближайший где замок улика это 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 на восток сейчас вот и вот в canceled львов львов но львов то на на певне так дед limited как по карте дома upside украина Захидная, но он на карте на юг. Да, он туда, до Тернополя. У нас очень интересная книжечка. «Замки Захидной Украины». И там описано все, да? Да, там про все замки Захидной Украины. Очень интересная книжка. Я ее уже пару раз читала. То на карте так? Нет, тут магазинчик, кремничка. И в этой кремнице. Вы еще там не были, напевно. Там такие сувенирчики у нас красивые. Я начала сюда, в родное. Да, у нас очень хорошие сувенирчики там есть. Ну это я посмотрю. Можете зайти и посмотреть на память. Ну а вот эту книжку можете купить. Очень интересная книжка. Если кто-то, может, вы захочете в какие-то замки попасть. Это полностью про все Захидные замки Захидной Украины описано. Какие вы надеющие, какие надеющие? Спасибо. Вот это больница. Здесь вот наблюдатели стояли. А тут больницы. Ой, это у меня звонит. Алло. Привет. Продолжаем. Вот я вышла оттуда. Оттуда вот я вышла. В пустяне из замка. Из башни, которая с колоколами. Из колокольной бывшей. Вот. Вот. Люди гуляют. Это вот дом. Вот этот, который сейчас рыжий. Он раньше желтый был вообще-то. Здесь жили, ну, хозяева замка. Как бы, главные там, кто там были в то время. Не знаю, как они называются. Вот. Вот это второй этаж. Напомню, Галина Степановна рассказывала, что вот тут никаких крыш, конечно, изначально не было. Вот здесь даже достройка из нового кирпича. Вот. Там старый немножко есть. Ну, относительно старый. Вот. А здесь вот достройка из нового кирпича. Вот. Бойницы тоже. Ну, как бы, это тоже старая стена, но более поздней постройки. Вот там видно рынок. Тоже старая часть города. Рынок вот довольно тут высоко. То есть, все как положено. Построено на возвышении. Вот там вот ров окружал. Может быть, раньше был ров. Может быть, вода была. Не знаю. Вот. С другой стороны видно речку. Я попробую подойти по другой стене. Вот. Основная стена. Вот. Это была вот эта вот нижняя. Вот сейчас я спущусь. Вот второго яруса раньше не было изначально. Был только первый ярус. Хотя сейчас посмотрим. Нет. Все правильно. Двойницы тоже здесь есть. Вот они. Даже более удобные. Такие вот бойницы. Вот здесь вот можно пристать на нее. Словно, тоже видно старая часть города. Вот так пристать. И вот сейчас я попробую. Стена довольно длинная. Вот тут еще бойницы. Тоже видно старая часть города. Стена довольно длинная. метров пятьсот. Вот от одной башни до другой. Красивая тут такая большая. История довольно. Вот. Здесь вот я не помню что было. На экскурсии я уже не попадаю. Завтра сборы. Отъезд. О! А тут упираемся в стену. Наверное. Со второго этажа здесь вход есть в башню. Вот здесь все. Бойницы. 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 Много-много бойниц. Больших. А тут какая-то труба. Вот. А вот там, похоже, экскурсия. Может быть, даже к ней можно присоединиться. Попробую спуститься вниз. Журналисты, нет? А кто, если не секрет? Какие у вас? Я тогда тоже не скажу, кто их. Хотя, если вы не журналисты, вам, наверное, не будет интересно. Заныжки князьевского палаца. А, вот здесь вот князя по дворец был. Там был какой-то другой дом. Так. Ладно. Не пускают. Значит, идем дальше на экскурсию. Вот это вот брусчатка натуральная. Это старая. Вот это новая. Вот видно разницу. Вот это новый камень. А вот это старый камень. Вот. Мне очень аккуратно уложен. У меня очень растюхи. Здесь музей. Здесь музей. Картийная галерея. Здесь проходили концерты. Очень неплохие концерты. Музыкально выучили. Это видно место просто по деревам, где можно посидеть. Такую часть экскурсионную сделали. А вот это, вот эти вот горечные такие умовления. Ну вот здесь то ли мученики, то ли узники. Насколько я помню, нам рассказывали, что здесь приковывали к стене. И вот здесь вот то ли пытали, то ли вот как бы наказывали людей. Вот что там было, это я даже и не знаю. Не могу ничего сказать. Не помню. Не рассказывали или говорили сквозь, но в общем не помню. Что вот это сооружение. Какая-то крыша тоже с вытяжками. Вот. Все тут расчистили. Вот когда я была, еще здесь были камни, камни, камни. И все. А здесь теперь что-то сделали. Надо посмотреть. Так. Вот какой красивый домик. Вот такой красивый домик. Но похоже, что это что-то такое очень хозяйственное, без экспозиции. Вот. Это, видимо, туалет. Очень похоже во всем случае. Здесь тоже какой-то замок. А тут в этом домике что? Туалет. Туалет? Да. Это для своих. А, понятно. А это как бы вот тоже. Аналог. Понятно. Вот стена там была. Ага. Вот такая вот стена красивая. Там тоже какая-то вот лестница. Вот узенькие лесенки. Ну, как люди раньше ходили, не знаю. В доспехах там в каких-то, не знаю, как им. Тяжело, наверное, было. Вот здесь такая самая-самая простая дверь. Постучать. Вот такая вот дверь. Невысокая. Там, похоже, ничего нет. Доски старые. Ну, конечно, не с тех времен. Не средние века. Вековые попозже сделали. Так. Ну, такой красивенький туалетик здесь сделали. Вот так. Так что никаких концертов на этой площадке не будет. Это туалет действующий. Это будущий. Так. Вот на ту лестницу, ой, на ту лестницу можно подняться, и на ту стену можно подняться. Ух ты, как красиво. В паутине капельки. Дождь сегодня был. Видно, сюда попали. Лестница уже успела высохнуть. А капли на паутине еще остались. Так. Это, конечно, новая лестница. Она слишком широкая. До старой. Крутая лестница. Вот. Вот. Поднимаемся на второй этаж. Вернее, не второй этаж, на стену просто. Вот они, бойницы. Это с другой стороны город виден. Тут тоже городской район, а вот там вот, вон деревню видно. Сейчас попробую приблизить. Вон она там деревня. Ближайшая. Ближайшая. Вот такие вот открываются виды. Вот ближе к той деревне там должна быть река. Сейчас она отошла, видимо. А раньше вот, вот тоже очень высокая стена. Очень высокая. Вот раньше, видимо, вот здесь вот, где сейчас дома, и вот где дорога, видимо тут река была. Так что до сих пор земля еще очень влажная, всегда влажная. Не только после дождя. Вот старый домик. Ну это уже более поздняя постройка, конечно. Это где-то польские домики. Видно, поляки, ну как по архитектуре видно, что поляки стремились. Такая польская архитектура. Вот тоже стены с бойницами. Здесь вот такие вот узкие бойницы, как на той стене, что возле колокольни. Ну это не колокольня, а вот этой башни, где сделали колокольню последние. Вот когда, лет двадцать назад, восемьдесят пятый год примерно. Вон она, та башня. Вот такие вот, видите, бойницы. Одинаковые. Вот это вот новое. Выстроили уже полчаса года первый кирпич. Новый совсем. Там немножко старый кирпич. Здесь вообще положили плитку. Имитация кирпича. Вот, кстати, свои адреса уже вставила в телефоне. Ну вот тут семью там заделали. Конечно, никакого цемента не было. Ничего такого ухоженного не было. Наверное, просто чтобы кирпич не разрушался. Вот. А вот это вот кусок старой стены. Вот она, старая-старая кирпич. Он там червож. Замыж белый, такой зеленый. Вот. Здесь, видимо, тоже экспозиции никакой нет. Дверь закрыта на замке. Дверь красиво уже сделана, чтобы закрыться, но еще не открыта. Вот даже видно старые горелые какие-то. Кстати, вот эти вот горелые кирпичи, это запросто могли остаться с войны. Вот. Кусок, видно, был разрушенный. Вот такой стены какая-то. Не знаю, что-то туда попадало какие-то. То ли снаряды, то ли что. Вот. Трещина идет большая вон по стене. Сейчас я ее приближу, покажу. Вон она, трещина пошла вверх. Пошла, пошла. Потом вроде как-то там она смазалась. Вроде нормально. Вот. Вот такая вот красивая башня. Очень на завершение. Красивая. Никаких терминов, простите. Кто тут, не знаю. Простите. Окошки с решетками. Вот. Примерно так выглядит все это. Вот с этой стороны все как выглядит. Вот снизу там вот эта церковь расходки. Сейчас я туда спущусь. Вот. Куда я только не поднимаюсь. Вон тут туалетик. А это вот этот малый, который будет. А вот здесь, к сожалению, не будет концерт. Вот. Вот. Вот отсюда открывается вся эта стена. Если в другую сторону посмотреть, вот эта крыша. Видна. Вот. Въездная башня. Въездная. Большая. Вот эта крыша. Это. Там, где сейчас находится музей. Это, по-моему, были. Постройка была. Дом для чередей. Для всякой. То есть, ну, в общем, обслужившие писала тоже. Бухарки. Твора. Стража. Садовники. Там, я не знаю. Ну, садовников, наверное, не было. Ну, кто-то такие вот. Войска. Может быть. Не знаю точно. А вот эта вот церковь. Которая видно. Там тоже своя колокольня есть. Очень красивая. Это католическая церковь. И вот такие вот красивенькие улочки. Вон даже какой-то забор. Толь старый, толь подстарый. Домик очень красиво смотрится. Это даже не домик, а вот забор. А там, типа, веранная что-то такое. А там уже такие двухэтажные или трехэтажные. Даже, может быть, даже четырехэтажный дом. Польский. Поздние такие постройки польские. Вот. Сейчас спускаемся вниз опять по этой широкой лестнице. Вот она вот такая. Большая. Вот такая вот лестница. Широкая. По ней можно быстро идти. И это не такая, которая в колокольню ведет. Это тоже довольно крутая, но по ней проще. Перилы есть. Вот там только за стеной можно держаться. И какой-нибудь толстый девочка туда, наверное, не войдет. Поворотится, туда не поместится. Вот. Вот. А здесь тоже вот новый слайд. Даже розовый какой-то. Вот. Как бы неестественный. Жалко. Слабая такая очень имитация. Вот. Сейчас я собираюсь пойти спуститься под эту крышу. Я помню, там еще было все открыто. Тогда, когда-то, давно, когда я тут на раскопках работала. А потом попробую найти Олега Виноградова. Галина Степановна не работает. Тарас Вениаминович работает, но уже рабочий день закончился. Его не увижу, да он меня вряд ли помнит. Вот. Так что попробую войти вот сюда, посмотреть, что там накопали, что раскопали. Теперь главное найти вход под эту крышу. Вот. Здесь какие-то стекленные какие-то вот эти постройки. Непонятно, что это. Я подумала, что это вентиляционное отверстие, но нет. Написано Крыпта церквы. В XVII столетия, XVIII век. План церкви. Что такое Крыпта, не могу сказать. Наверное, какие-то руины, что ли. Вот. Вход не вижу. Это, видимо, выведенные какие-то, как это называется, в строительстве. Выведенные сюда основания. Здесь кто-то, видно, ходил. Что-то не очень устойчиво построили. Все развалилось. Тут ходить страшно. Так. А как сюда спуститься? А вот там надо было, как люди ходят. Ну ладно. Я попробую. Вот так. Надеюсь, меня не докажут. Так. Вот так моя Крыша. Довольно длинная. То есть, наша Крыпта была. Насколько я помню, говорили, что ее строили, строили и так и не достроили. То есть, ее строили несколько раз. Она там, по-моему, даже несколько этажей была. Она настолько старая, что этажи очень глубоко под землей. То есть, столько раз уже землей было. Засыпали ее в археологическую раскопку церкви Ивана Богослова. 12 век. Вот. Вот такой вот входик сделали. К сожалению, не попаду. Только в сопровождение экскурсовода. Значит, не в этот раз. Жаль, жаль, жаль. Вот колокольный, на который сейчас тренируются семинаристы. Ну, там колонка работает. Ну, наверное, вот это и все, что мне повезло. О, посмотрю в этот раз. Пожалуй, в арсенал еще можно зайти попытаться. Там, по-моему, без экскурсовода. И сейчас посмотрим, что здесь нужно увидеть. Забраться. Вот так. Ничего, кроме лестницы. Ничего. Все очень глубоко. Можно так увидеть, что очень-очень глубоко. Вот как глубоко. Там спускается вниз. Далеко, а там еще ниже, насколько я помню. Так. Сейчас подержим в арсенал. Вот еще я подойду к той, к тому... Вот этот, по-моему, тайный ход какой-то из замка. Сейчас я подойду туда поближе сниму. Вот это старая стена. Вот видно, тут и реставрация есть. А вот это, насколько я помню, вот эти вот обожженные кирпичи черные, это со времени войны осталось обожженное. Здесь держали узников. Ну... Не то, чтобы концлагерь, но, в общем, сгоняли сюда людей и держали здесь, в этом замке. Ну, почему нет? Очень удобно. А чем не тюрьма? Двери прочные. Вот. Это... Может, я могу ошибаться, но вот лесенка спускается. Дверь, по-моему, это тайный выход из замка. Надо будет посмотреть с той стороны, что это. Либо это вход в стены, потому что стены очень широкие, несмотря на то, что тут достаточная ширина. Это, может быть, даже вход в стены какой-то потайной. Ну... Но, наверное, все-таки это выход. Это какой-то потайной выход. Ну, запасной типовыход. Так. Вот там кромница. И... Музык мини. Кромница. Написано. Чинено. И висит замок. Так бывает. Вот написано. Витчинного. Это значит, открыто. А вот тут замок висит. Тут написано. Кромница. Ну, как бы дверь открыта, а вторая закрыта. Вот такая хитрость. А вот наверху вроде открыта. Там есть какие-то книги. Сейчас посмотрим. Яблочки дреют. Такая погода. Песенка около старинная. Не знаю. Вот это здание не так давно построено. Узей книги. Идем. Узей книги. Узей книги. Так. Как динули книги. Печатный станок надо полагать. Вот такой печатный станок. История. Очень интересная позиция старой книги. Очень старая. Очень много. Каждая. Тоже каждый где-то. Это здание мы можем увидеть сегодня. Одно из них локусанка. Это какой-то пресс видно. К сожалению, ничего не подписано. Но это и пресс видно. Такие шестеренки вот тут. Ну, понятно что это. Здесь с этой стороны вот какая-то ручка. Тоже в шестеренке что-то крутится. А, вот что. Это вот вращается. Вот. А сейчас проминается. То есть это отжим. Это вот старых стиральных машин, где-то в 50-х годах прошлого века, вот так отжимали. Вот сюда белье вставляли мокрое, а оттуда сухое прокатывали, прожимали. Вот так отжимали раньше белье. Здесь, видимо, тоже что-то отжимали вот так же. Здесь вот формы набирают на картине нарисовано. Все какое старинное. Вот книг старых очень много. Вот здесь какие-то иконы. По-моему, даже что-то такое. Вот еще один с книгами. Тоже старые-старые книги. Очень красиво все, очень старое, очень красиво. Наверное, надо будет сюда приехать еще раз. Очень много старых огромных книг. Вот такие вот огромные. Вот моя рука. То есть книга толщиной в руку, размером в две руки. Печка. Вторая часть. Здесь уже более современная литература. Здесь уже что-то церковное. Видимо, церковные книги-то. Ну-ка, да. Неделя Святой Великой Пасхи. А здесь в Моговещении Святой Владычицы Марии. Есть тоже какие-то православные тексты. Это наборный аппарат какой-то, да? Маленькие книжки. Пластина, с которой я участвовала. Коррекция миниатюрных книг. Тоже миниатюрки. Это более современные какие-то, да? А вот там вот карта, что там за карта сверху? Это старое мисто, или замок, или что? Нет, это держава. А, ясно. Школ. Все, выход. В выход на улицу. Она как-то там что-то. А, и по почти Украине, да? Или как? А, сейчас, Соперная Украина. Олець, Карелинчка, Заткинбушька. Угу. Я обслуживаю. Ну, я хочу, что-то нахожусь. Угу. Турневич. А кто такой Турневич? Турневич? Вин... 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 В Пиц samp... Вин... Турalen... Вин... 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 В living... и волыния сутенка много книжек у нас вот это вот серьезная такая история это для историков наверное вот конька у вас есть я как бы буду знать что сколько она может сделать я вам бы оставила бы может быть дороже да вот я вот 20 кен и значим назад 20 косты я 20 а это я не знаю 20 или 30 кен и не знаю но сейчас уйдет а какая разница между этими двумя книжками тут меньше замки али больше тросочки больше так но русские тут вообще чуть-чуть совсем а тут больше замки то набагато больше замки медиа я например я собю вот такую взяла бы то что карта и навык же по карте можно собе приклинути куда можно поехать и по дороге какие замки и дорого и все Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. кошка вот такая вот она давно тут лежит не реагирует ладно так спущу здесь есть какой-то еще и книги это тоже какой-то печатный станок это какой-то серьезный печатный станок вот это да сложное вообще сооружение очень сложный какой-то сток шестеренок тут всяких пружин каких-то не разберешься сразу не знаю серьезное образование на доме иметь не зря книжники печатники были такие люди особенные непростые надо было быть образованным чтобы управлять таким станком наверняка вот кромните ивана ветчинина такие ветчинина а тут у вас прям библиотека тут почитать можно да а понятно но это как это была какая-то такая история типа там коньяк почитать да там а понятно это сувенир у вас просто а что тут раньше было в этом доме я как позитом все таки значите к летом казна короче говоря ясно последний пункт моего путешествия это арсенал смотрим тоже такая лесенка сюда такая вся какая-то забрызганная краской ломать не будем вот там там оружие вот это листы какие-то видно взвешивали пули и какие-то еще штуки не знаю как называется все зубцы копья какие-то камни там лежат топоры и топорики классные топорики ну-ка сейчас попробуем поближе топорики окошко очень интересно как это с крупными окошками ну в общем и все в этом форме видно из которых отливали ядра здорово для той пушки которые входы уездная башня маленькие пульки и большие ядра вот так все закрыто такая красивая дверь из арсенала и вот такой тонн арсенала находится вот здесь когда выходишь старая стена здесь тоже кусок старой стены и старая вывеска который я еще помню они это лишь серый были сейчас какая-то она вся прожавевшая памятник архитектуры владыча башта 15 столетия не так давно все это было здесь видно еще камень есть даже вот там кирпич старый обновленный кирпич и вот на ухо яснастина ну все это мы уже видели там казна была казначейство да точно это дом казначейство да ну вот такая вот такая вот история еще немножко пройдусь по старому городу держим путь домой выход из замка вот так это красиво величина смотрите погода хорошая наладилось сегодня прошло уже прекрасно грозовых ливня вот это пушка для которых выливали ядра видим там здесь тоже старый старая брусчатка виноград по стенке вот тут руки мыли это шланг весь мылись после раскопок так осталось видно замкового сторожка ой вот там можно подняться ну-ка я посмотрел там что-то светится тоже узенькая лестница под старо как интересно он вон там солдат как вторая попытка проникнуть не уронить мобильник вот так выглядит все не рассмотреть только вот такой красивый замок кованая дверь ну как бы деревянная с металлическими гвоздями с квадратными шляпками очень красивая ковка красиво все участие вот так высоко это находится вот лестница какая высокая старушки это замок ну я иду уже на выход вот высокие потолки такой четыре арки сходятся в одном центре стандартный довольно-то таких построек церковных залков видим просто старые постройки так делали вот сейчас немножко пройдусь по старому городу зайду в костюм в церковь где олег раскопки ведет идем прямо на запад солнце светит так вот там по моему семинария была что-то церковная там семинаристы учились вот это тоже какие старые постройки не знаю что здесь сейчас красивое здание тоже какой-то старый польский домик ну старый относительно то есть где-то где-то может даже позже это старая развалина какая-то совсем вот это историческое дерево которая вот очень толстая которая алиса украинка помнит еще а вот туда вот там где люди идут туда ведет дорога куда меня мама лечила заводила стоматологическую поликлинику зубы лечить до сих пор помню так а вот тут где-то еще должен быть памятник паша савельевой мне почему-то казалось что он где-то вот прям на этой площади может быть его убрали а может быть я просто путаю площади вот есть тоже какие-то красивые такие здания старые ну с современной уже отделкой так посмотрим что это памятник архитектуры монастырь шариток 15-17 века чтоб еще рассказал кто такие шаритки придется посмотреть где-нибудь вот такой вот монастырь и вот такой вот монастырь и вот такой вот монастырь очень красивый тоже забор современный не знаю насколько сохранили его вид вряд ли мне кажется что это более современное вот так вот это выглядит здесь вот этой штуки здесь не было это какой-то памятное место сделали. Сейчас посмотрю, что это. Это их было почти 4000. Вечная светлая память патриотам Украины, расстрелянным НКВД под Муром и Лучки это под скажем так, под стенами Лудской тюрьмы. 23 июня 41 года. Эти люди боролись за правду и волю. За это их скосила вражья рука. Убила вражья. Вражеская рука как-то так. Вот так. Вот такое место. А теперь тут технику. Пищевой. Муром и Личейская схожа. Эти июня. Эти июня. Духальное направление Рибско-католической церкви в Мусске. Мужчинник католический. А вот здесь еще остались даже вот такая церковь, очень красивая. Дальше отойти не могу. С этой стороны колокольня, вот она колокольня, вот я уже не встаю. Сейчас посмотрю, колокольник висит, помогу. Да, они висят, сняли. Вот, только остались балки от колоколов. А это колокольник вообще, сейчас я отойду на другую сторону. Вот, я тут ходу прямо к тени этой колокольни, и вот смотрим, видно церковь. Вот, дальше не могу отодвинуться. Вот, очень красивая, красивая церковь, католическая. Там какие-то надписи на латыни, как-то пробовали их расшифровать. Вот такая вот, там еще своя колокольника есть, вон там даже с колоколом есть. Может быть они, эти семинаристы, видимо, этой церкви ходят, звонить в замок. Вот там колокольчик. Вот, такая вот очень красивая церковь. Там тоже проходили концерты музыкантов из специального училища русского. Хорошо, довольно... А, сейчас скажу, не музыкантов, а хор пел на три голоса, разное православное пение. Очень красиво звучит и очень хорошо, довольно хорошо пели. Вот так. Вот здесь сейчас молодые люди отдыхают. А, так, вот там вот костел, вот там вот дальше виднеется костел. Это католическая церковь была, а вот там вот дальше костел видят в Польске. Сейчас я туда тоже обязательно дойду. Очень мне нравится. Вот. А вот это... Сейчас я отойду немного. Вот там замок, вдалеке, вон там священник этот стоит. Не видела, откуда прошел. Вот такие красивые здесь скульптуры. Очень нравится. Ну, в общем, классика, как и в Европе. Европа. Вот. А вот это под колокольной напротив. Тоже не могу всего хватить. Очень она большая. Сейчас отойду еще. Вот она очень большая, такая вот колокольная стоит напротив. С тремя такими арками, высокими для колоколов. Но колоколов давно-давно нет. Так и не вешали, видимо. А вот там мальтийская помощь вот-то. Здесь можно посидеть. Скверик у церкви. Там дальше польские тоже здания старые начинаются. Очень красивые, разные. Очень они очень разнообразные. Арочные. Улочка старая. Да, они широкая улица. Вот. То, что старыми домами. А так вот, где-то старый город. 17-й век. Здесь Лосина Витальна. Вот Лосина Украинка. Косыныч. Курок. Косачих. Косач. Косач. Украинка это ее псевдоним. Ну, а Косачь это ее фамилия. Вот это ее дом, в котором она жила. Так. Вот эта постройка, видно, какая-то стилизованная под старого. Это старые дома. Вот, по крайней мере, вот этот розоватый и желтоватый, это старые дома. Я их помню. Я даже не помню, но он, скорее всего, тоже какой-то старый. Это, наверное, реставрация была. Наверное, реставрация тоже, какие-то старые дома. Здесь слишком как-то просторно стало. Это тоже старое здание. Вот здесь, кажется, тоже какие-то постройки были. Их много. Тоже старая улица. Вот это дом Косачев. Кафедральная улица. Там дальше старые домики. Здесь, смотрите, что идет. Тоже еще брусчатка. Вот я иду очень так неровно, потому что по брусчатке. Здесь уже полегче. Вот эта дорога мастилась, ну, как во многих других городах, там, где проезжали люди, они обязаны были подать платить камнями. Вот эти камни строили вот эту дорогу. Может быть, ее выкладывали получше, чем она сейчас выглядит. Лазня. Баня. Вот такая баня. Вот я сейчас спускаюсь. Вот здесь все было более застроено. Но я сейчас спускаюсь вниз. Вот там тоже какое-то старое здание. В домике. Я подойду потом поближе туда попробую. Раньше все было более застроено, так как-то захламлено. А сейчас вот просторно. И даже транспорт ходит. Вот тут даже оформление каких-то визовых анкетках. Это визовое сухо похоже на графе, зеленая парта. О, как интересно. Правда, запах больше смахивает на то, что тут недалеко туалет. Какая-то новая постройка, как видите, уже современные замки строят. И вот он, костел близко. Написано «Дом Евангелия». Здесь недалеко есть, жил один очень странный человек. Я не уверена, что я сейчас найду это место. Отшельник. Он решил уйти от мира. Может быть, его уже как-то вытащили из этого подземелья. Он построился, выкопал глубоко под землю какую-то комнату, квартиру. Не знаю, как сказать. И построил каменную башню, которая выходит наружу. И в этой башне жил. Ну, в общем, выходил на свет божий иногда. Вот такое красивое здание очень. Костел. Похоже, действует еще. Действующий. В смысле, там, похоже, служба, что ли, идет. Не знаю. Ну, понятно. А это вот какое-то современное здание. Не знаю, красивое было. У меня ощущение, что даже вот этот человек, который тут жил давно-давно, он вот где-то должен быть здесь. Должно быть, его уже видно. Это здание. Вот это очень красивое здание. Не знаю, что это. Сейчас посмотрю. Ветеранская церковь. Вот такое здание красивое. Вот так. Вот масса, куча всех религий. Вон, какие шпили красивые на башне. Там как-то в охране по окошку на меня смотрят, и они будут дразнить. Вот так. Вот эта церковь. Очень красиво. Церковь, церквей очень много. Вот, как и наскранцы говорят, приезжают в Россию, допустим, и просто обалдевают от количества церквей. Вот здесь вот, на этом кусочке тоже очень много церквей. Вот и католическая, и ветеранская, и еще вот. Вот там православная, по-моему, церковь, вот там, где этот крест. Вот она. Вот там. А вот это, это вот недалеко. Это только-только вышла с территории вот этой католической церкви. Этого костела, костела. Католического костела. По-моему, это так называется. Дом Евангелия. Вот, а дальше, вот он с этой стороны. Такое вот там кресты, башенки, очень красивое сооружение. Вот такое. Вот построено уже. Наверное, я этого отшельника уже здесь не найду. Потому что дальше там какие-то домишки. Я помню, что он на каком-то пустом месте был. А там какие-то дома. Вот фактически уже и деревня начинается. Хотя это еще город, вот люди живут в городе. Минут 10 пешком, они на остановке, либо на машине выезжают. Вот у них совершенно городские адреса. Хотя вот, нагородик, ну деревня, в общем, окраина. Окрайина старого города. Да, пожалуй, что и не найду я этого. Собачки меня облавили. Вот это рыбка стыла с другой стороны. Вот такое полукруглое здание. Полукруглая пристройка. Вот там вот видно огни. Видно лампа красивая, люстра висит. Ну, в окошке видно, немножко мягкая. Вот так это все выглядит. Вот такая красотища. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 река неглубокая, мелкая грязноватая, вода вот желтая вся, скорее всего, просто загажена производственными отходами если я не ошибаюсь то это рекостырь, та, которая пересекает город вот такая вот пахнет не очень свежей водой немножко тут грязновато вот такой вот замок отстроил вот это вот отшельник, вот это отшельник вот это да вот это да вот этого я здесь совершенно не ожидала увидеть сейчас пройдусь по стене видимо, он вмуровал куски своих работ в стену, пока строил стену но сейчас, видимо, человек хорошо живет потому что сейчас это самый писк всякие башенки, скульптурки статуэтки все вот эти вещи ой вот как целый музей в таком пятачке и там тоже какая-то башенка и тут какие-то куски все лежат красота там леса еще какие-то стоят что-то вот такая красота вот так человек живет там настоящий замок этажа в 3 еще в подземный уходит этажа в 2, насколько я помню уже рассказываю какие-то брошенные вещи какие-то брошенные вещи вот такая красота тут на столе есть куда глад бросить группками деревьев растут очень интересно это, как они называются, не помню вот такие высокие, устроенные помню, скажу замок, конечно, меня впечатлило совершенно не ожидала увидеть такое все, конечно, немножко на склад больше похоже но красота неописуемая такие вкрапленные фрагменты очень казалось бы, как-нибудь но как красиво получилось какие-то бегущие люди голова, какая-то розетка цветок там две женщины стоят там какая-то фантазия там какие-то рыцари, по-моему здесь кентавр что-то типа кентавра ну, с каким-то таким грязанским лицом таким, вернее, славянское такое деревенское еще какая-то розетка то есть все как-то так gostosters хорошо хорошо что-то mira, что-то так что-то так вот такой вот хозяин этого все богатства никакой не новой русский а сейчас он был в храме творец замок творца вот такой человек натворил и цветы каменные и фрукты и какие-то там еще и дамы с кувшином и там еще какой-то мужичок пузатенький он сверху и орлы даже есть и вон там кто-то оберегает с угла ну вот теперь можно считать все сделано стучит там работает да фигуры делает да не отвлекается но со спины только его видно окликать не хотелось отрывать от работы да много человек сделал такая красота гномик какой-то ну вот теперь я знаю где это а вот сюда дорога вот опять так министра дорога вот сюда костел дом тоже недалеко от этого архитектора вот он архитектор а вот здесь вот дом тоже с какими-то розеточками вот могло не получится снять не помню снимаю или нет малец катается на какой-то машинке силу от богатых родителей что ли или кто не знает вот растекает молодой человек она против костела оказалась церковь христиан-баптистов вот такую церковь устроили караимская улица 17 а вот так вот так что тут все религии собрались прямо прямо на одном пятачке прямо вообще даже неожиданно вот костел вот там еще что то надо посмотреть раньше по видео вот там греческая церковь греческо-католическая вот там крест православной церкви здесь баптисты где-то тут еще какая-то по-моему есть вот такой вот интересная и молодой человек гоняет на красной машинке наяривает понравилось ему что я его снимаю круги наматывает вот такой вот ага по сигналю а теперь я решила сходить посмотреть что там за старая стена виднеется вот это баня которая была вот за ней если повернуть между баней и вот этим следующее здание это дорога к вот это что оттуда вот примерно в той стороне тут художник архитект который отшельник был вот а вот там виднеется какая-то старая стена вот очень хочу посмотреть что это я вообще не помню этого здания может быть я сейчас вспомню когда куда иду поближе к тому же тут проехал только что автобус на который мне возвращаться домой номер 9 автобус с номером моей школы эта школа раньше была одна из лучших там были как бы лучшие школы пятая и девятая в девятой училась я сейчас это школа самая лучшая сейчас это школа гимназия я не покажу это самая лучшая школа сейчас поближе подойдем как-то сниму очень странная вещь я очень хорошо вспомнила этот поворот автобуса я совершенно не помню что это за здание но вот такое красивое здание типа замка тоже что-то какое-то замок не замок сейчас еще куда-то поближе может быть там написано что это вот тут даже еще калибусы ходят то есть это еще черта города ну дальше уже начинается по-моему тут недалеко и должна быть по идее иконичная и дальше уже начинаются деревни как бы которые рядом с городом а что вот это нет тут так и не написано вот какой-то замок я помню что мы тут где-то были где-то гуляли гуляли в общем что это толком не могу сказать ну вот такое здание вот а там вот этот вот костел это церковь грифта католического дизамка вон она видна автобусы были довольно часто так что я наверное заеду вот они вот такие маршрутки желтые вот он желтый автобусик поехал это маршрутный автобус маршрутная такси вот такая вещь ну вот обратная улица он даже мне посигналил но я не успела снять